Украинские женщины требуют принятия в госпрограмму преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости. Многотетные мамы, лидеры общественных организаций, эксперты сегодня собрали совет матерей и провели его именно на Донбассе, где проблем сейчас больше всего. Что обсуждали, узнаем от наших корреспондентов. Я за схит життя Украины. Я ж дочка всей святой земли. Лирика Нины Матвиенко. Полный зал женщин, общенациональный форум Совета Матери Украины. Они собрались из разных уголков страны, чтобы решить наболевшие проблемы социальной защиты детей. Отменили выплаты по уходу за ребенком до трех лет. На сегодняшний день их не существует. Отменили градацию выплаты первого, второго, третьего ребенка. Елена из Одессы, мать-героиня. Воспитывает восемь детей. Самому маленькому четыре года, старшему 21. Елена не понаслышке знает, как сложно сейчас прокормить и выучить каждого ребенка. Много социальных гарантий для многодетных семей упразднили. Когда была помощь многодетным семьям, например, пять и более детей. Семья могла, чтобы дети бесплатно получали любой уровень образования. На сегодняшний момент этого нет. Форум матерей состоялся в Севердонецке. От правительства активистки требуют принятия государственной программы для преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости. А также предусмотреть статью в бюджете 2019 года с реальным повышением выплат при рождении ребенка. Это вернуть сегодня выплаты при рождении ребенка для всей нашей страны, для детей всей Украины. Это вернуть сегодня выплаты до трех лет ребенку и провести нормальную адекватную индексацию. Восстановление льгот многодетным матерям, увеличение выплат при рождении ребенка, социальная защита детей-переселенцев и детей, проживающих в условиях войны на Донбассе. Это основные требования матерей Украины. Нардепы, которые участвовали в этом собрании, уверяют, все претензии женщин рассмотрят в парламентском комитете по вопросам социальной политики. Мы фактически создаем совет простых женщин при комитете. И я уверен, что именно таким путем мы должны идти. Сегодня время перестать обсуждать проблемы. Сегодня время решать проблемы. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.